CNN недавно написали материал о том, что действительно Россия могла ударить по Украине тактическим ядерным оружием, когда российским войскам пришлось отходить, убегать, я бы так сказала, с Херсона, когда мы деоккупировали этот город большой, тогда Берн встречался с Нарышкиным и сказал, что ну нет, нет, очень будут тяжелые для вас последствия, и мол, этот канал коммуникации сработал, и Нарышкин сказал, да нет, нет, мы не будем, мы точно не собираемся. Кстати, хотела вас спросить, Борис Яковлевич, а работает этот канал ЦРУ, ФСБ? По сей день этот канал есть, это одна из главных причин, почему Америка до сих пор не объявила Россию спонсором терроризма. Если бы она приняла, придала такой статус, то если следовать этому статусу, то Америка должна прервать все виды отношений с Россией, в том числе отозвать посла и, конечно же, прервать вот этот единственный канал, который существует между разведслужбами и между оборонными ведомствами, которые, с нашей точки зрения, предназначены для того, чтобы периодически уведомлять Путина о том, что мы следим, мы знаем, и любое движение мы, на любое движение мы ответим. Вот этот канал для этого и существует, вот он как раз-таки и сработал. Так вот, поэтому я возвращаюсь к вчерашнему заявлению Путина о том, что он может применить ядерное оружие. Тут из администрации доносятся голоса, что не надо волноваться, у нас все под контролем, все это бравада, она не имеет никаких оснований под собой. Ну, если честно, давайте так, не надо быть семипядей во лбу, честно говоря. Любое желание применить ядерное оружие, оно не является сиюминутным. Вот нажал на кнопку и ракета полетела, такого не бывает. Для того, чтобы задействовать оружие, например, с некомменциальным воздействием, например, будь то, например, ракеты с бактериологическим оружием, например, или химическим, или даже ядерным, к примеру, оно сразу не может привести в действие. Там целый процесс, понимаете, он берет время. И за этим, конечно, есть слежка. И наша мощная спутниковая система, которой нет равных в мире, кто бы там ни петушился, просто в Америке нет привычки хвастаться. Знаете, у нас нет такой привычки, это у нас, вот как Путин трепется всегда, сарматы, кинжалы и так далее. В Америке есть помощнее и многое другое. Никогда об этом слух не говорится, потому что это носит скорее оборонный характер, чем, знаете, вот всем, чтобы нападать на кого-то. Такого нет. Поэтому вот в этом случае я вам хочу сказать, что я надеюсь, я хочу верить в то, что говорится у наших чиновников из окружения Байдера о том, что все на контроле, не волнуйтесь, все в порядке, это все пустые слова путинские, как он это делал до сих пор. Поэтому в этом отношении может быть так оно и есть, и тем не менее, если даже из тех угроз Путина, допустим, есть доля правды, которая составляет, например, одну сотую процента, все равно на готове надо быть. Я так думаю, наверное, так думают многие граждане Америки и Украины, поэтому, конечно же, мы не можем, я вот говорю в эфирах и повторяю из раза в раз, потому что это уместно, я не могу не забыть, и многие помнят те же примеры Путина, которые он не раз приводил из своего детства. Когда в подъезде он имел каких-то крыс, он хотел их выводить, и вот когда одна последняя крыса осталась, он ее загнал в угол, и этой крысе ничего не оставалось, как пойти в атаку. Так вот, сам Путин сегодня вот в такой ситуации, он загнанный в угол, и где гарантия, что этот маньяк, может, оказавшись в углу загнанном, не пойти в атаку? Где гарантия? Такой гарантии нет, поэтому это надо помнить, потому что все, что он предпринимает до сих пор, не имеет логики, иррационально все, понимаете, все идет к тому, чтобы уничтожить свою собственную Россию, все к этому ведется. Он это делает, больше никто. Поэтому вот эту ситуацию, которая периодически нагревается, словами Путина, и провокациями, которые он постоянно делает по всему миру, не только в Украине, друзья мои, по всему миру. Ближний Восток, то, что происходит сегодня, это его продукт. И вот я не сомневаюсь, даже в Гаите, вот то, что под носом у нас, я не сомневаюсь, возможно, его рука тоже есть, мы рано или поздно узнаем об этом. И то, что цунами, огромное вот это вот уже более нелегальных иммигрантов свалилось на Америку, это тоже рука Путина. Почему нет? Поэтому не случайно бывший спикер Пелоси уже дала задание FBI заняться срочно ролью России в той волне нелегальной иммиграции, которая сегодня навалилась на Америку. Не случайно, почему? Потому что в этой многомиллионной армии нелегалов, которая свалилась на Америку, более 20 тысяч россиян, которые перешли границу с Мексикой за один только прошлый год, более 20 тысяч. А где гарантия, что среди них нет КГБшников, засланных Путиным, при всей той лютой ненависти Путина к Америке? Где гарантия? Нет гарантии. У нас демократия, можете, пожалуйста, диверсия, все, что хотите. Да, был материал, что в Европе сейчас намного больше, в два раза больше, по-моему, шпионов, агентов российских, нежели во время Холодной войны. То есть этого надо опасаться. Конечно же. Борис Яковлевич, я у вас хотела вот спросить, скажите, пожалуйста, по поводу инициативы, точнее уже даже решения Палаты представителей, который заставил китайского владельца ТикТок либо продать популярное приложение, либо запретить его в Соединенных Штатах. Сейчас очень такая популярная эта тема. Дали пять месяцев для того, чтобы была возможность продать ТикТок, чтобы его не запрещать в Соединенных Штатах. В компании ТикТок утверждают, что приложением пользуются 7 миллионов малых предприятий и 170 миллионов американцев. Как эту тему у вас сейчас обсуждают и политики, и обычные американцы? Ну, главное, интересно, другое. Трамп против запрета. Трамп. Потому что он... Он сказал, что это сложное решение, по-моему. Да, да. Ну, во всяком случае, он очень популярен. Там в ТикТоке очень много его сторонников. Он считает, что... Он говорит, до выборов не трогайте. Давайте выборы пройдут, а потом делайте, что хотите. Вот так вот. Но подавляющее большинство республиканцев против. Уже процесс обсуждения начался. Вот и вчера они шли обсуждение. И я думаю, сегодня будут идти. Но все идет к тому, что закроют, запретят. Ну, есть сторонники первой поправки, там, свобода слова и так далее. Но спецслужбы сегодня играют главную роль. Именно они сегодня настаивают на том, что очень много дезинформации, причем целенаправленной, она очень влияет на умы многих, в том числе очень много примеров приводится с ситуацией на Ближнем Востоке. Вот исламисты, вот хамасовцы, хэтбалла, Иран. Они прекрасно пользуются этим ТикТоком в своих целях дезинформации и для доведения друг друга своей нужной информации и так далее. Поэтому очень много причин к тому, чтобы запретить. Скорее всего, так и будет. Но на мой взгляд, в конце концов, ТикТок окажется в руках американцев. Они ее выкупят, скорее всего. Я так думаю. А как молодежь реагирует на то, что его могут заблокировать в Соединенных Штатах? Да не только молодежь. Очень много людей из старшего политики. Многие оторваны от политики. Конечно, они возмущаются. Им это не нравится. Абсолютно. Конечно. Особенно молодежь. А вы лично, как политик, вы видите угрозу в ТикТоке? То есть действительно надо сделать так, чтобы ТикТок... Сегодня да. Сегодня да. Сегодня да. Но учитывая базу потрясающую ТикТоковскую и учитывая охват, уничтожать полностью не нужно. Надо просто передать им в правильные руки и держать контроль. Дело вообще в другом еще. Вопрос намного шире стоит. Как быть с первой поправкой Америки? Где граница между свободой слова и свободой выражения ненависти? Свобода приведения агитации? Вы знаете, внушения, дезинформации. Вот это очень серьезный вопрос. В этом вся проблема. Поэтому не случайно в самой Украине сегодня очень много жителей Украины, я не считаю их патриотами Украины, даже прекрасно владеющими украинским языком, вы посмотрите, сколько грязи они льют на руководство Украины, на армию украинскую, даже на нас с вами. Вот мы ведем с вами передачу, вы посмотрите, какие гадкие отзывы. Ужаснейшие. Понимаете как? А мы что? Слава Богу, я говорил в эфирах, у нас сегодня есть группа молодых ребят, умниц, гений. Они создали такую команду, которая выслеживает, просматривает все платформы, в том числе наши с вами, и выявляют, кто, откуда посылает эти месседжи. Вы знаете, уже имеют информацию, в каких странах они находятся, даже в каких городах. И непременно, рано или поздно, они достанут их, об этом речь идет сегодня, не только правоохранительными органами нашей страны, но и передадут в руки руководство Украины, чтобы оно там разобралось с ними, кто они, чем они занимаются. Даже если они находятся на территории России, достанут, обязательно достанут. И каждый из них ответит. Почему? Потому что они пособники вот этого варварства, которое царит сегодня в Украине. И они понесут наказание. В этом нет никакого сомнения. Борис Яковлевич, спасибо вам огромное за этот разговор. Мы видим, что война на всех фронтах. Нужно воювать, бороться за демократию, за свои свободы, за справедливость, в конце концов. Спасибо вам огромное. Борис Пинкус, представник Республиканской партии, громадский діяч. З нами был на связку, друзья. Подписывайтесь на YouTube-канал сейчас. Будь ласка, коментуйте эту разговор и поставьте лайк интервью, чтобы его увидели, какомога больше людей. Так працюют алгоритмы YouTube, и для нас это важно. Спасибо. Мы победим, обязательно победим. В этом нет никакого сомнения. Другого нет. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!